Всем привет, добро пожаловать в новое видео. Сегодня я приготовила для вас очень крутые бюджетные находки, даже не так. Не просто бюджетные находки, это те недорогие средства, которыми я заменила более дорогие. И это то, чем я пользуюсь при огромном удовольствии. А еще это те средства, которые не так часто встречаются, поэтому не затягиваю и поехали. Наверняка вы неоднократно видели у меня тени от Наташи Диноны. Эта палетка является одной из моих самых любимых базовых, теплых на каждый день. Называется она Camel, я настолько сильно ее залюбила, что у нее даже отвалилась крышечка. Но я вообще давно подоставала самые часто используемые рефилы из всех палеток от Наташи Диноны и разместила их в сборную солянку, в пустую палетку от Inglot. В подборке Camel есть три матовых оттенка и два сияющих. И меня всегда смущало то, что вот эти два цвета слишком похожи друг на друга. Мне хотелось бы, чтобы здесь был какой-то матовый бежевый или еще более насыщенный коричневый. Но в целом она радовала меня по качеству, имейте в виду, что это все-таки более такая нейтрально-тепловатая гамма. Каково же было мое удивление, когда вот недавно мы были в Германии, я зашла в какой-то косметический магазин, увидела стенд Catrice и начала подробно его изучать. И я увидела там очень похожие палетки, особенно на мини. Да, вот это у меня полноразмерное, но у меня еще есть несколько вот таких небольших палеток от Наташи Диноны. То есть визуально они прям сильно напоминают друг друга. Вообще-то я считаю, что даже более логичным будет купить вот такую небольшую, даже вот той же Диноны. Потому что если вы не визажист, и если у вас не одна единственная палетка, то я не знаю, как использовать вот эти рефилы до конца. Ну разве что каждый день красить по 10 человек, и спустя там пару лет вы доберетесь до дна. И вот эта палетка от Catrice у меня в номере 10. Я глянула, вроде как визуально, да, похоже, но подумала, посмотрим, что из этого получится. Тени от Catrice сейчас очень сильно меня радуют, и вот этой палеткой я даже больше довольна, чем Camel. Я вам на полном серьезе это говорю. По той причине, что она компактная, ее можно взять с собой. Здесь самые необходимые оттенки для макияжа любой интенсивности и сложности, и здесь нет напоминающих друг друга цветов. Здесь три матовых оттенка, светло-бежевый, переходной и темно-коричневый. Он чуть темнее, чем в Camel. И также светлый, сияющий оттенок. По сравнению с Наташей Диноной, вот здесь он все-таки более такой желтый, наверное. Ну то есть здесь больше теплоты. И с одной стороны, это не идентичные аналоги, но я скажу вам честно, что палетка от Catrice мне нравится больше. Эти тени сегодня у меня на глазах. Они вообще беспроблемные. Даже если вы не умеете краситься, то у вас с ними все выйдет. Они не осыпаются, у них хорошая пигментация. Они прекрасно растушевываются. Я, правда, в последнее время всегда использую базу под тени. Это Debalm или у меня была Etude House. Она тоже хорошая и недорогая. И с этими базами тени держатся прекрасно. Я могу вам только посоветовать. И если бы я должна была оставить Наташу Динону или вот эту при всей моей безграничной любви к теням от Наташи Диноны, я смогла бы от них отказаться, потому что эти тени работают на 5 с плюсом. Следующая находка это бюджетная замена моему любимому каялу от бренда Inglot в бежевом цвете. Этот я купила просто на пробу и не могу нарадоваться. Это бренд Essence. Он у меня в 10 оттенке универсальный бежевый, который вы сможете использовать и на слизистой, и под бровь для того, чтобы скорректировать форму. Или же, когда красите губы, например, хочется чуть-чуть острее сделать кончики губ или где-то подровнять что-то, вы тоже можете воспользоваться им и также таким карандашом хорошо прорисовывать объемы. Вот когда кто-то заморачивается с макияжем губ, это сейчас модно, можете пробовать, играться, и цвет очень классный, приятная, мягкая текстура. Он не ощущается на слизистой, и для того, чтобы визуально сделать глаза больше, взгляд свежее и вообще так распахнуть глаза, ты наносишь его на слизистую, он не царапает ничего, очень плавно наносится, неплохо держится. И в отличие от карандаша от Inglot, этот не скатывается. Тут у меня иногда мог собраться, если я переборщу как-то с количеством, да, он так как бы комкался. Здесь такой ситуации нет, я использую его всего один раз в день, и даже до вечера остатки держатся. Так что идеальная бюджетная находка, и когда делаю такой макияж, как сейчас, беру или коричневый карандаш, или бежевый, в зависимости от того, чего мне хочется в определенный день. Но даже в нюдовом макияже это делает нас чуточку свежее, и взгляд вообще совершенно другим. А теперь вообще шок. Я нашла идентичный гель для бровей, такой же, как у меня был от Lancome, только гораздо, гораздо дешевле. Я купила этот гель для бровей на польском мейкапе, но потом посмотрела, что, оказывается, он практически везде продается именно онлайн. Это бренд L'Oreal, их линейка Age Perfect, у меня когда-то был тон, и я тоже была им довольна. Единственное, что там не было прозрачного геля для бровей, я взяла себе оттенок 02, холодный блонд. И я даже не побоюсь сказать, что этот цвет подойдет шатенкам, которые любят брови чуть посветлее. Только, знаете, что этот оттенок застывает, и он становится все-таки чуть темнее. Почему шок? Потому что здесь точно такая же щеточка, как в моем любимом геле Lancome, который больше не продается в Польше. Точно такая же фиксация, сильная, и цвет точно такой же, как у номера 1. Только сейчас это номер 2 и бренд L'Oreal. Я думаю, что я теперь постоянно буду его покупать, потому что это удобно, он хорошо закрашивает пробелы, он идеально укладывает волоски. Единственное, на что хотела бы обратить ваше внимание, это то, что здесь не стандартная щеточка, как у большинства гелей для бровей, а скорее как такой силиконовый гребешок, наверное. Но вот есть, знаете, обычные туши с классической щеткой, а есть силиконовые. Здесь такая же история. Но мне она очень нравилась, потому что она очень хорошо расчесывает волоски бровей, плюс фиксируется и не сдвигается никуда. Аналог жидких теней от многих брендов, но мне почему-то они больше всего напоминают тени от Too Faced. Это жидкие тени от бренда Golden Rose. Это горячая новинка, которую я поспешила приобрести. Я взяла себе и матовый, и также сияющий. Матовый у меня в оттенке 03 Mocca. Это универсальный такой серо-коричневый цвет. И он, конечно, при нанесении, застывании будет чуть темнее, чем в упаковке. Здесь вот такой удобный аппликатор, который набирает такое количество средства, которого вам будет достаточно для одного века. Я наносила эти тени без какой-либо базы, растушевывала и пальцем, и кистью, причем брала вообще самую дешевую из какой-то палетки, синтетическую, хоп-хоп, и у вас идеальный smokey eyes на все случаи жизни. Хорошо держатся, не скатываются. Во всяком случае у меня. И также вот этот оттенок может служить прекрасной базой для последующего макияжа глаз при помощи сухих текстур, то есть как база под тени. Сияющий оттенок у меня в номере 08. Такой как бы тауповый, но если присмотреться, то здесь есть что-то такое и розовенькое, и как будто бронзовое. Ну, в общем, цвет супер красивый. Тоже можно использовать и как подложку, и в качестве самостоятельного. Его можно растянуть, тогда он будет красиво мерцать, но это скорее даже не сияние вот такое нарочитое, это сатин. Сияния будет больше, если вы его не сильно растушуете, а если растянете больше, то он будет слегка так подсвечивать века, но при этом не перегружает саму текстуру кожи, да. Потому что иногда бывают такие сияющие, которые смотрятся дешево, которые как бы скукоживают века и делают его визуально старше. Здесь нет такой ситуации, пожалуй, куплю себе еще и какой-то темный, чтобы поэкспериментировать с более насыщенными вариантами. Достойная замена моего любимого пигмента от бренда MAC в цвете TEN. Это Lamelle и оттенок у меня 401. Их линейка Moonrise, там есть разные цвета, но я взяла, как мне кажется, самый такой универсальный, который будет украшать любой макияж. Это как прессованный пигмент, и вот когда к нему прикасаешься, такое впечатление, что он влажный, но это не кремовые тени. И, боже мой, как это сияет! Это настолько красиво, что словами не передать. Он действительно преображает любой макияж, хоть базовый, хоть вообще там только складку века прорисуешь бронзером, добавишь такую сияшку, и на Новый год вы будете звездой вечера. Или же, если совсем чуть-чуть, так буквально немного прикоснуться к веку, то даже на каждый день. И такой оттенок будет уместен вообще с любым нарядом, с любой помадой. Это как сочетание и бронзы, только вот не слишком темной, и какого-то золота. Ну, он такой, знаете, переливается и очень красиво смотрится. Я бы даже хотела взять еще несколько цветов. Единственное что, не побахайте его слишком много, иначе он может подскатываться. Я пробовала наносить его на базу под тени, на любую, и тогда он держится вообще без вопросов. Если же у вас плохо держатся все пигменты, или какие-то блесточки, сияшки, то попробуйте купить себе такой клей, именно под пигменты, от бренда NYX. Это аналог такого же средства, только из категории подороже, от Too Faced. Ну, это то, что держит все железобетонно, и пока вы не решите это смыть. Или же можно нанести их, например, на какие-то матовые кремовые тени, у вас готовый макияж. Например, ну, вот такого плана берете. Короче, я влюблена, и я хочу больше. У меня в прошлом сезоне было легкое помешательство на фиксирующих средства для бровей, по той причине, что я искала замены тому, что мне уже недоступно. Итак, если вы всегда хотели попробовать прозрачный гель от Анастасии Беверли, Хиллс, который произвел фурор какое-то время тому назад, у меня есть для вас кое-что побюджетнее. Это бренд Avaline. На него очень часто бывают скидки в Польше, особенно на их официальной странице или в том же Росмане. Каждые три месяца его можно будет приобрести, там 40% скидка, и тогда получится вообще реально за копейки. Они называют это мылом для бровей. Бровей, линейка Brow and Go. Но в моем понимании это все-таки гель. И его нужно совсем чуть-чуть. И вы можете начесать себе такие брови, что вы сами себя не узнаете. Вот если вы видели в ТикТоке или в Инстаграме, как девочки зачесывают брови, делают такие вот волчьи, это то, что вам нужно. Ну, конечно же, можно нанести совершенно по-другому, но я даже не подозревала, что у меня на бровях такое может получиться. Единственное, что я пробовала тоже гель от Анастасии Баверли Хиллз. Могу сказать, что это не сверхсильная фиксация. Если у вас длинные волоски, и вам нравится, знаете, вот как будто аж приклеить брови, это чуть другое. С одной стороны, длинные волоски он приклеивает, но самые такие непослушные могут отклеиться уже через несколько часов. Но вот здесь, например, у меня все прекрасно держится. Тут у меня как-то странно такие длинненькие растут, и подрезать их тоже не вариант. Ну, в общем, я такой странный клиент, если у вас стандартные человеческие брови, просто с какими-то пробелами, то есть у вас, например, там не слишком длинные волоски, вы уложите себе их при помощи этого средства, так как вам надо, и у вас все будет держаться идеально. И потом вы берете карандаш для бровей и заполняете пробелы. Заметила, что такого плана средства не особо хорошо работают с тенями и с маркерами для бровей, то есть в ход пойдет помадка или же, например, карандаш, как я сказала. И вот недавно я красила двух своих подруг, и я нанесла им это средство, у них другие брови, чем у меня. Слушайте, это выглядело, как после какого-то супер-ламинирования у именитого мастера. Только не перебарщивайте с количеством. Чем я дорисовываю пробелы в бровях после фиксации? Вот таким карандашом от бренда Avaline. Для меня это супер-хорошее соотношение цены и качества. Это тоненький карандаш автоматический, со второй стороны здесь щеточка, это тот, которым я пользуюсь, вот такой без колпачка, я вечно где-то теряю. У меня оттенок Taub. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы он был чуть менее холодным и, наверное, посветлее. Мне нравятся карандаши с оливковой ноткой, но даже с этим оттенком у меня все сложилось. После осветления волос, тем более хочется еще светлее, ну, короче, я поищу. Я не знаю, они выпустили светлее оттенок или нет, но у меня 0,1. Может, когда-то появится 0,05, я была бы счастлива. 0,3. Это такой классический серо-коричневый, но потемнее. Я приберегла его для своей мамы. Хотя Taub ей тоже отлично подошел бы. Такие универсальные цвета. И сам карандаш, и не жесткий, но и не слишком мягкий. Он никогда не комкается в бровях, не ломается и не царапает кожу, когда мы что-то там прокрашиваем. Бывает такое, что карандаш слишком, знаете, такой твердый. Это непрактично, неудобно и вообще некомфортно. Неприятно. А здесь все сложилось. Так что, если вы ищете замену какому-то дорогому карандашу для бровей, это такой расходный материал, который часто заканчивается, то я не вижу смысла тратиться. Я беру такие. В Польше не так давно, как мне кажется, ну пару месяцев, может год тому назад, появился бренд Clareza. Или, может, я о нем не знала. Ну, в общем, он попал в мое поле зрения относительно недавно. Называется он Clareza. Он доступен во всех интернет-магазинах и также стационарно в сети Хэбе. Там столько всего интересного. Нужно как-то детально изучить, что у них там представлено. Я купила всего одну вещь. Это пудра под глаза. И она у меня в оттенке 02. Я могу сказать, что это прозрачная рассыпчатая пудра. И это универсальный оттенок. Сейчас уже мало кто делает белые прозрачные пудры, потому что иногда с ними перебарщивают. И на фотографиях это нехорошо смотрится, потому что они отражают свет. И потом вот такие вот белые полоски. Ой, у меня такое тоже было еще на Кристинах Захара больше 9 лет тому назад. Было, да и было. Сейчас уже более грамотная. Это пудра чуть-чуть такого бежевого оттенка. Но, конечно, на лице она у нас абсолютно прозрачная. То есть цвета она как такового не дает. Это супер мягкая, не сушащая пудра под глаза, которая безупречно фиксирует любой консилер. Она вроде как еще светоотражающая, но здесь нет никаких именно сияющих частичек. Только вот визуально действительно эти пудры работают. Даже часто вы мне говорите, что не так заметны впадины под глазами. Это в том числе не только заслуга ухода, а по большей части даже удачные средства для макияжа. И вот это одно из них, но недорогое. А сейчас все любительницы сияния и хайлайтеров приготовьтесь. Это самый красивый хайлайтер, при том, что я не особая любительница именно пудровых хайлайтеров. У меня таких вообще мало в коллекции, но это нечто. Стоит он меньше 10 долларов, польский бренд Paese. И у них есть вот такой кругляшок, хайлайтер. Это не то. Это такой прочный пластик стильного бежевого цвета. И хайлайтер двойной. Особенно летом, когда я была загорелой, я использовала оттенок потемнее, но даже сейчас иногда мне хочется добавить его вот туда, куда я наношу бронзер, смешать с ним. Но второй, это такой цвет шампанского. И он дает такое красивое свечение. Это, знаете, кожа, как отполированная. Визажисты, вам такое точно надо, ваши клиенты будут в восторге. А если вы любите такие средства в вашем повседневном или нарядном макияже, то обязательно посмотрите тестер где-то или можете даже вслепую заказать, вы не будете разочарованы. У него такая мягкая текстура, аж сливочная как будто. И он дает влажный финиш на лице. Кому может не подойти такой хайлайтер, у кого много каких-то несовершенств на коже, потому что любой хайлайтер будет это подчеркивать. И также, если у вас розовая кожа, фарфоровая, светлая, то, возможно, он на вас будет таким тепловатым. По моему ощущению, и я крашу не только себя, а иногда своих подружек, вот этот оттенок особенно подходит многим. И сейчас вот часто делают макияж шеи и декольте, и используют сразу два этих оттенка, смешивают и прям вот так вот наносят. Я видела, что и польские визажисты поют ему оды, и я понимаю, за что. Называется этот хайлайтер self-glow, и я не вижу, чтобы здесь был какой-то оттенок, наверное, он один. Если найду какие-то распознавательные знаки, то я напишу вам в инфобоксе. Честно говоря, я не помню, когда у меня был настолько плотный макияж лица. Сегодня просто захотелось в дуэте попробовать и тон, и пудру из одной линейки. Когда у меня была проблемная кожа, но нужно было как-то выходить в свет и снимать видео, особенно когда были пост-акне. Когда прыщи, я все же стараюсь это не замазывать, а как-то ухаживать за кожей. И тогда я открыла для себя тональный крем от Catrice из линейки True Skin. Это и увлажняющий тон, и очень стойкий. Плотность у него от средней к плотной. Я не раз рассказывала о том, что это один из лучших вот именно из своей категории только бюджетных тональных кремов, когда нужно что-то и стойкое, и перекрывающее, при этом не пересушивающее, как, например, Double Wear. Так вот, недавно я приобрела еще и пудру из этой же линейки. Мне просто было интересно. Написано, что это минеральная рассыпчатая пудра с гиалуроновой кислотой. Но здесь есть тальк, и, наверное, она просто минерализированная. То есть не стоит рассчитывать на то, что это полностью минеральный продукт. Сама по себе пудра у меня в оттенке 10, но она была только одна. Я даже не знаю, есть ли где-то 20, например. Но она прозрачная. Она такая бежевенькая. Здесь удобная упаковка с ситечком. То есть можно высыпать столько, сколько нам нужно. И это матирующая пудра, которая визуально сглаживает какие-то неровности на коже и которая удерживает ваш макияж в течение всего дня. Если сравнивать эту пудру с какими-то дорогими пудрами, которые у меня есть, то она очень похожа на мою любимую пудру от Sensai. И по цвету, хотя еще раз скажу, что они бесцветные обе. И по действию, по финишу, то есть это такой умеренный мат, и по помолу они также, ну, буквально неотличимы. То есть это супер мелкий помол, и они ложатся как вуаль. Но при этом отменно фиксируют весь ваш макияж. Если вы ищете какой-то стойкий карандаш для глаз за недорого, у бренда Evelyn сейчас вышло целых шесть оттенков. Это линейка Variette. И я не пробовала вот эти яркие. Ну, то есть это не совсем моя история, как вы понимаете. Но если вдруг вы любите добавлять что-то на слизистую, особенно красиво это смотрится на карих глазах. Это водостойкие карандаши, гелевые, которые можно и растянуть, то есть можно сделать и какую-то растушеванную стрелку. Вот я пробовала с коричневым карандашом, и моя подружка тоже пробовала. Коричневый, наверное, самый универсальный, в оттенке номер 2. То есть он так называется, brown. Еще у них есть графитовый цвет. Также есть нежно-розовый. Некоторые на водную линию используют такой нюдовый розовый. Он есть, это матовый. И я уже обрадовалась, когда увидела, что есть и бежевый. Я его открываю, и что? Тадам! Он перламутровый. Вот перламутровый на водную линию я не использую. Поэтому с вот этим у меня не сложилось, и с цветными. Ну, а коричневый могу вам посоветовать. Он суперстойкий. И вот этот розовый, если вы такое любите, если, например, у вас такая фарфоровая кожа с розовым подтоном, и вообще, помните, раньше все использовали розовый. Вот и в Roche вам теперь можно покупать такое гораздо дешевле. Ну, а мой самый любимый коричневый. У них мегапигментация и стойкость. Это уже гель для бровей, классический, со щеточкой. Все, как мы привыкли и любим. С эффектом ламинирования. Его нужно немного. Он отлично фиксирует брови. И теперь я спокойно, я могу их укладывать так, как я привыкла. Потому что, когда привязываешься к чему-то, тебе потом сложно отказаться от того, что тебе нравится. А тут ситуация такая, что как бы все. До свидания. Поэтому я находилась в поиске. Это классический прозрачный гель. И если вам хочется где-то еще его добавить, то подождите, чтобы он чуть-чуть только подзастыл, там буквально 30 секунд, и можете наслоить. Я прохожусь потом еще вот так вот, чтобы это все приклеить. И брови держатся до конца дня. Они исчезают в полдень. Супер крутые блески для губ от бренда Golden Rose. Это линейка Nude Look. У меня оттенок 0,4. Такой нейтрально-персиковый нюд. Там есть и розоватый, и вы можете выбрать тот, который нравится вам, но это все же будет нюдовая гамма. Это блеск, который без проблем можно нанести поверх карандаша, без ничего, для того, чтобы увлажнить ваши губы, придать им блеск и комфорт. И также поверх какой-то матовой помады, когда ваши губы от нее устанут. Это блеск, который чуть пахнет ванилью. Он не липкий, но при этом неплохо держится. То есть это всегда блеск, и рассчитывать на то, что он будет на губах на протяжении 8 часов, но это как бы не вариант, да, вы понимаете. Ну вот знаете, что-то забросить в сумочку, чтобы как-то увлажнить губы, придать им легкий оттенок. Мне вообще нравится вся вот эта линейка Nude Look, и при этом недорого, можно купить вообще несколько и разложить по всем сумкам, чтобы ваши губы никогда не пересыхали. Недорогая альтернатива Lip Maximizer от Dior. Это оттеночный бальзам с эффектом бустера, то есть он ментоловый от бренда Catrice. Кстати, у меня на канале было несколько средств, которыми можно заменить Lip Maximizer, и вот это одно из них. У меня один из самых светлых оттенков 010, такой нежно-розовый, он красивый, он так здорово освежает, когда у тебя макияж без макияжа, и хочется, чтобы на губах что-то было, чтобы это ухаживало, и был такой супер нежный фреш-оттенок. Нежно-розовый, и действительно этот цвет остается на губах. Не прям, чтобы, знаете, у вас были губы конфетного оттенка в течение всего дня, но он держится. И мне нравится то, что этот бальзам увеличивает, и он по-настоящему мятный. Он не выжигает губы, и я часто чем-то таким пользуюсь. На повседневной основе, знаете, где-то лежит то в машине, то там, то там. Мне понравился, и я взяла бы себе еще несколько цветов, потому что это удобно, это без заморочек, и можно взять какой-то карандаш в стиле Пупа 04, то есть как какао с небольшой розовинкой, более темный нюд. Добавить вот такой блеск, и получите модный инстаграмный лук. Я думаю, что на сегодня достаточно бюджетных находок. Если вам было интересно и полезно, не забывайте поставить пальчик вверх. Это мотивирует выискивать что-то и для себя, и делиться с вами. И также я думаю, что я еще сделаю отдельное видео с бюджетной косметичкой с нуля, чтобы, вот знаете, показать все средства из каждой категории для полного макияжа, будто нюдового или чего-то более интенсивного и нарядного. Если вы за, то дайте мне знать в комментариях. А на этом пока-пока, до новых встреч уже совсем скоро.